Самбуса Самбуса в разных странах называется по разному на узбекском языке она называется Самса в Индии она называется Самоса в арабских странах она называется самбусак но само слово персидское и я называю ее как в оригинале в моей родной стране в Таджикистане самбуса видео будет на русском но сейчас я хочу сделать маленькое посвящение по персидски здесь у меня есть полкилограмма муки это приблизительно на 20 штук пирожков я сюда добавлю приблизительно приблизительно где-то чайную ложку сверху соли и 250 миллилитров теплой воды очень важно чтобы вода была теплая и даже почти горячей наша задача чтобы тесто получилось твердое окей теперь как вы видите я сделал очень твердое тесто и теперь я из него сделаю заволе заволе это значит колобок вот таким образом оно у меня не получилось гладким и это нормально лучше тесто будет пусть слишком твердое чем слишком мягкое и теперь вот этот колобок я заверну в салофан такой прилипучий салофан клинкфильм я не знаю как называется на русском клинкфильм ну липучий вот этот вот салофан давайте теперь завернули тесто и обязательно тесто надо оставить отдыхать на ну это калька с персидского мы говорим дамгерифтан тесто должно постоять не надо в холодильнике при комнатной температуре минимум если вы торопитесь минимум полчасика а вообще час или даже два будет неплохо а пока оно отдыхает мы займемся приготовлением начинки для самбусы мы используем баранину я пошел к мяснику и заказал у него просто такие кусочки обрезки всякие баранины не обошлось дешево и сердито оно вообще лучше баранину резать когда она замороженном состоянии тогда будет легко резать мясо режем ее на мелкие квадратики ну вот этот мой кусок плохо заморозился и он уже разваливается ну ничего режем мясо на вот эдакие мелкие кусочки мелкие кубики нам не нужен фарш в самбусе мясо должно быть мелко нарезано но чтобы все-таки кусочки мяса существовали традиционно в самбусу добавляется бараний курдючный жир роганидумбе но мы сейчас все стали буржуи мы стараемся жирно не кушать особенно наши прекрасные женщины поэтому эта самбусу будет без думбы теперь в наше мясо мы добавим репчатого лука большую такую луковицу а то и две мелко мелко порезанную вообще правило как кашу не испортишь маслом точно так же самбусу не испортишь луком не бойтесь перелучить вашу самбусу больше лука она будет только вкуснее функция лука это предотвратить ситуацию когда мясо в вашей самбусе все слипнется в один комок чтобы этого не произошло нужно положить побольше луку ну я делаю на глаз допустим в посуду обычно стеклянную кладу мясо и приблизительно и я говорю не по весу а по объему такое же такое же количество нарезанного лука 50 на 50 где-то по объему я говорю я их не взвешиваю но по объему должно быть если вот столько мяса то столько же лука смесь мы посолим по вкусу добавим опять-таки по вкусу черного перца ну щепотку достаточно обычно и немножко зира зира называется кьюмин по-английски а по-русски я думаю так и зовут зира я лично люблю толченую зиру но так как мы делаем традиционный рецепт я делаю как положено по традиции перемешиваем ну приблизительно через полчаса наше тесто оно стало теперь отдохнувшее дамгрифтя и оно стало мягким теперь мы помнем еще разок опять сделаем из него завода колобочек сделаем из него колобок и теперь я его разрежу на две части и сделаю два завода два колобка и оставлю их еще немножечко постоять конечно завернув их в салофан после того как наше тесто отдохнуло ну теперь дамгрифта отдохнувшее но стало мягким мы его раскатаем тоненько как вы можете тоньше ну приблизительно как тесто для пельменей теперь корж я намазываю весь полностью маслом я намазываю простите жиром любым животным жиром или можно даже оливковым маслом или маргариной традиционно используются конечно курдючные курдючные сало вругани думбе и потом я начинаю ее туго-туго заворачивать важно здесь не торопиться делать это потихоньку чтобы между слоями теста не было воздуха это мы делаем для того чтобы создать слоеное тесто потому что вся красота самбусы заключается в ее слоенности это называется варак и слоеное самбусы называется самбусы вараки для того чтобы был хороший варак 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 начинается с заворачивания теста вся варак зависит в основном от того как мы сейчас его насколько плотно и не торопясь аккуратненько мы завернем вот теперь эту получившуюся такую змею я немножечко утрамбую чтобы убедиться что внутри не осталось воздуха теперь я беру тарелочку складываю змейку на тарелку закрываю пролепучим салофаном и отправляю в холодильник на полчаса пока наше тесто стоит в холодильнике и отдыхает мы приготовим начинку для тыквенной самбусы этого я взял вот пару кусочков тыквы и я натираю его на терку опять как и в случае с мясной начинкой самбусу луком не испортишь как и кашу маслом я добавляю приблизительно такое же количество луку по объему теперь состав и 50 на 50 тыквы лук мы добавляем лук мы спросите добавляем соль по вкусу я положил где-то чайную ложку мы берем кусочек теста макаем его одним концом в муку и заворачиваем концы краешки вовнутрь вот таким образом немножко придавливаем посыпаем еще раз макой и раскатываем такой кругляшок берем начинки лук я беру прям лапой но вы можете использовать ложку если хотите и лепливаем треугольничек лепите получше покрепче чтобы сок из самбусы не вытекал на противень а остался внутри как положено вот получается такой треугольный пирожок который мы справляем на противень вот когда мы уложили самбусу на противень ее надо смазать яйцом чтобы цвет получился особо хорошим мы делаем такую вещь мы берем одно яйцо целиком а из второго яйца мы берем только желток то есть это как бы полтора яйца размешиваем хорошенько яйцо предварительно я кстати включил духовку на 220 градусов и чтобы она разогрелась минут пять и хорошо хорошо смазываем каждую самбусу яйцо яйцо для красоты и для приятного аромата я посыплю самбусу это самбусу отец тыквы я посыплю ее кунжутными зернышками или сумсум по-арабски кунжутные зернышки называется сумсум или симсим это кстати тот самый симсим из-за алибабы который открывал двери в пещеру ну ну вот все готово можно отправлять в печь 220 градусов на 25 минут ну пока печется наша тыквенная самбуса мы сейчас повторяем всю ту же операцию и сделаем самбусу с мясной начинкой самбусу с мясом с бараниной я посыплю сверху черными кунжутными семечками чтобы отличать ее от тыквенной я вытащил самбусун из духовки спекся или низ да низ видите хороший красив это мои самбусы с вегетарианской мясной тыквой духовку идет самбуса с бараниной пекись самбуса до встречи через 25 минут пеклись наши мясные самбусы я проверяю сзади что они тоже красивые золотистые можно теперь красиво уложить на тарелку и подавать вот и все спасибо вам друзья что посмотрели мое видео до скорых встреч в эфире не а это Субтитры сделал DimaTorzok